Добрый день! Вы ищете формулу здоровья доктора Скачко номер 2? Отлично! Значит вы понимаете, что глисты и паразиты не всегда помогают работе в вашем организме. Конечно, когда у вас много ленточных, круглых паразитов, а может быть и простейших, они съедают часть вашей пищи и помогают не набирать вес. Это можно использовать в лечении ожирения, но это неправильный путь лечения ожирения. Ожирение нужно лечить через правильное питание, а не через правильное питание глистов и паразитов. Поэтому периодически их нужно выводить. Оптимальное время весна и осень, когда идет напряженная работа иммунной системы и паразиты более активно мешают работе вашего организма, поэтому проявляются те или иные хронические воспалительные процессы. Чаще всего это связанные с желудочно-кишечным трактом, обостряется так называемый дисбактериоз кишечника и не всегда там паразитируют только плохие бактерии. Очень часто их союзники это глисты и паразиты, поэтому удалять периодически надо. Схема мягкая. Этот трав не универсальный, конечно, всех глистовых паразитов он не убивает, поэтому я советую... Нет, и не существует такой травяной смеси, которая убила бы всех. Потому что все разнообразие глистовых паразитов, которые могут жить в организме, примерно 150 видов. То есть не существует универсальной таблетки, универсальной травы, которая убьет всех. Убить можно только с организмом человека, но это неправильно. Поэтому я советую периодически менять травяные смеси, которыми вы будете очищать свой организм от этих гадов, которые портят жизнь, съедают часть вашей пищи, в ответ дают вам кучу токсинов. Поэтому это нужно делать оптимально и регулярно. Оптимально весна-осень. Что бы я советовал вам еще? Подготовить вашу пищеваритную систему и ваш организм к удалению глистовых паразитов. Для этого разработана формула номер один. Она позволяет усилить работу пищеваритной системы, вашей личной, и таким образом ослабить глистовых паразитов. После этого вы используете формулу 2 и добиваете тех паразитов, которые уже готовы покинуть ваш организм, потому что питание в этом организме активно для них уже не происходит. Они активно не держатся за этот организм. Какие диагнозы параллельно могут исчезнуть? Ну, конечно, дисбактериоз кишечника и воспалительные процессы, связанные с этим. То есть лечение гастритов, холециститов, панкреатитов, энтеритов, колитов, язвенной болезни нужно начинать все-таки с удаления паразитов. Но, конечно, не в стадии обострения. В стадии обострения лечим другими способами. Когда есть у нас ремиссия, мы убираем постепенно паразитов, освобождаем и дальше эти диагнозы не обостряются. Где еще нужно удаление паразитов? Конечно, в состоянии печени. Печень первой фильтрует токсические вещества из кишечника и должна очистить от них кровь. Тогда лечение, скажем так, заболеваний печени заканчивается, потому что явление гепатита, жирового гепатоза или стеатогепатита поддерживаются глистами паразитами, их токсинами из кишечника. Что еще вы получаете? Узловой токсический зон. Это индикатор того, что в кровь регулярно и постоянно попадает большое количество токсинов. Или аутоиммунный тиреолит. Называют все по-разному. Но суть одна. В крови слишком много токсинов, которые раздражают. Пробили барьер щитовидной железы. Она не способна защищаться от токсинов из крови. У нее есть барьер, который в норме ее защищает. Если есть узловой токсический зон или аутоиммунный тиреолит, барьер пробит, барьер пройден, и токсины раздражают, собственно, щитовидку. А это главная эндокринная железа вашего организма, которая управляет тонусом обмена веществ. И от этого зависит, будете вы худеть или полнеть, зависит от работы щитовидной железы. Мужчины получат бонус в виде лечения хронического простатита. Потому что простата точно так же. Все мужское хозяйство защищено от крови барьером. Если в крови слишком много токсинов, барьер пробивается. И хронический простатит обостряется без, ну скажем так, погрешностей. То есть мужчина вел целомудренный образ жизни. Он не гулял, у него не было другого источника инфекции. А простатит почему-то обострился. Обострился, потому что слишком много токсинов образуется в кишечнике. И плохо работает печень по очищению крови от этих токсинов. Где еще получится проблема? Ну у женщин очень часто бесплодие по поводу того, что есть поликистоз яичников. Поликистоз яичников возникает тоже на фоне хронической глистной инвазии. Это исследовали еще в 50-х годах прошлого века. Доказано, как только мышей самок кормили экстрактами изоскорид. Вот токсины, которые при этом образуются, вызывали поликистоз яичников. То есть яйцеклетка не дозревала. И соответственно мышка становилась бесплодной. Если на разных стадиях беременности, то есть был либо срыв на ранних стадиях, либо если кормили уже сформированные беременность, во время этого давали экстракты изоскорид, то погибал плод и фактически или нарушалось развитие плода. То есть вопрос в чем? Вот эти все процессы, это все можно спокойно лечить, если вы понимаете, что ваш организм, он не стерилен, в нем могут быть патогенные бактерии, либо более крупные представители, которые покушаются на вашу пищу, съедают часть пищи, выдают вам кучу токсинов. Поэтому если вы хотите, чтобы ваш организм заработал более оптимально, периодически формулу здоровья доктора Скачко номер 2 нужно пропивать.